добрый день я начинаю свою пятую беседу назвал ее многополисный мир если вы помните своей прошлой беседе я рассказывал о том что основной задачей нашего генконсульства в сан-франциско где мы работали с супругой в 70-х годах прошлого столетия было расширение связи с соединенными штатами америки с различными кругами этой страны но это была не единственная задача были другие в том числе изучение внешней политики сша в целом с акцентом на китай дело в том опять же если вы помните я рассказывал о том что как раз незадолго до этого сша пошли на сближение с китайской народной республикой до этого они 20 лет не замечали это государство считали правительством китая китая топ-правительство которое находилось на тайване под их прикрытием во главе с партией гоминдан а коммунистов на материке называли бандитами и не хотели с ним никакой никакие дел иметь и вдруг нормализация сближение и сделали они это очень драматично неожиданно и драматично 1971 году в июле помощник президента по национальной безопасности киссинджер находился в пакистане пообедал он там с пакистанцами а потом говорит что живот болит и ушел к себе в номер два дня его никто не видел он якобы лечился в номер оказалось он летал в пекин встретился с китайскими руководителями и договорился о том что в следующем году в 1772 китай посетит президент соединенных штатов америки впервые в истории после основания китайской народной республики ричард никсон это произвело просто шок во всем мире даже среди американских союзников вот японцы это ближайшие союзники сша на тихом океане они ничего об этом не знали заранее и они потом это назвали это явление никсоновский шок ну и очень это не понравилось конечно в москве потому что сша были нашим главным противником а китае можно сказать вторым главным противником и вдруг они вот начинает сближаться встал вопрос как это повлияет на интересы советского союза ну и американцы добились чего они хотели добиться они хотели сближаясь с китаем заставить советский союз быть более гибким и действительно советский когда мы выяснили что никсон приглашен в китай в семьдесят втором году и вот тут же пригласили в советский союз до этого наше правительство не очень хотела иметь дело с никсоном из-за войны сша во вьетнаме там наши друзья вьетнамцы воевали против американцев американцев пытались остановить их агрессию и вдруг тоже приглашаем никсона договорились так сначала он едет в китай феврале 72 года а потом советский союз в мае а потом киссингер нашему послу в сша добры нечу заявил мы решили научиться есть русскую икру китайскими палочками значит вот такая схема действий а ну посетил никсон китай там было заявлено никсоном о том что в китае единый тайвань является частью китая китайская народная республика должна присутствовать в оон а до этого место китая во он занимал этот режим тайваньский режим и договорились так что стороны обменяются группами связи то есть сша сохранили дипломатические отношения и военные с тайванем не захотели отказываться но одновременно вот значит группа связи это в меньший уровень чем посольство но все-таки это уже совершенно новые отношения потом никсон посетил советский союз были подписаны очень важные соглашения в области ограничения гонки вооружений вообще договоренность достигнута что мы тоже продвигаем наши отношения но конечно повторяем москве очень все не нравилось что происходило между китаями сша еще раньше в конце шестьдесятых годов наше руководство приняло решение послать китаистов дипломатов разные страны чтобы изучать что там китай делает против нас и в африке в азии в латинской америке и в сша когда даже у них еще не было отношений уж тем более когда установлены отношения и действительно китаисты работали в очень многих странах и нас послали с супругой вот как китаистов чтобы изучать американо китайские отношения и заодно изучать китай китай тогда был очень закрытой страной внутри китая трудно было добывать информацию часто вот можно было через третьих страны больше иметь информацию и вот благодаря такому такой ситуации наши китаисты в очень многих странах работали и мы когда с женой уезжали в китай наш начальник михаил степанович капица сказал когда будет день рождения мао цзэдуна выпей за него в декабре если вы не мао цзэдун то ты бы никогда не попал в сша и за меня выпей если бы я тут эту они послал бы туда не попал так что вот ну это такие шутки китайские ходили но тем не менее вот нас направили изучать китай китайско-американские отношения и вообще политику сша в азиатско-тихианском регионе когда мы туда приехали генеральный консул наш александр зенчук нам сказал вы знаете здесь очень трудно изучать внешнюю политику сша это же провинция калифорнии вся политика делается в тони там если вас приглашает на ланч что обязательно что-то хотят у вас выводить что-то узнать а в калифорнии приглашает на ланч под лозунгом let's have fun давайте хорошо проведем время покушали выпили до свидания ничего здесь не сможете узнавать когда мы уезжали уже из сша семь лет спустя мы прощались с знакомыми американцами в том числе пришли к одному знаменитому профессору востоковеду джонсону и он примерно то же самое скалы как вы здесь собирали информацию по китае вообще по внешней политике все же делается в вашингтоне но я думаю он просто так сказать набивался на комплимент уж на самом деле очень много там было информации и несложно ее было добывать вот объясню почему еще во первых после того как кисти же разъем никсон посетили китай в сша начался просто ажиотаж вокруг китая вот до этого проводились опросы общественного мнения и американцы как правило отвечали когда их спрашивали как вы относитесь китайцы что китайцы это люди это жулики это бездельники это двуличные существа и очень агрессивные существа сразу после этих визитов все коренным образом изменилось китайцев называли очень трудолюбивыми очень умными очень порядочными очень не агрессивными и запуганными советским союзом и вот значит америка должна им помочь настолько изменилось общественном мнении нас это потрясло как это на протяжении одного года как все изменилось и в этой связи я вспоминаю я в одном из своих выступлений в по моему в третьей беседе рассказывал о том как складывались отношения между россия сша вот до 1881 года когда убили александра второго у нас были очень хорошие отношения с сша после убийства все сразу изменилось потому что начались еврейские погромы нашей стране евреи в огромных количествах стали выезжать сша и вот вокруг этого завертелись противоречия но не только из-за этого что меня в свое время когда мы это изучали удивило в 1891 году американский такой философ писатель джордж кеннон выпустил книгу россии где он писал что россия на самом деле это не нормальное государство а это ужасное государство во главе стоят люди которые относятся к своему населению как быдло как к рабам что ужасные тюрьмы ужасные порядки и население барбарская и вот эта книга оказала как все американские источники это огромное влияние на общественное мнение но искажала во многом действительность потому что в самой америке очень много было нехорошего и в американской нашей политики и в других странах но вот это вот книга какая-то вроде бы одна такое впечатление произвело так вот то же самое это конечно не книга это два визита но так чтобы общественное мнение полностью перевернулось это очень выглядело просто любопытно ну вот и эфория выражалась еще в том что везде писали о китае везде говорили о китае рассуждали все рвались туда поездить и мы с женой посещали различные мероприятия связанные с китаем вот пример приезжаем монтерейский полуостров недалеко от сан-франциско идет конференция по китаю для общественности тысячи человек сидит в зале один за другим встают ораторы выходят на сцену начинает говорить вот китай какая отличная страна как там люди все улыбаются как они зажиточно живут вот в россии в ссср там все грустные все злые нет демократии нет свободы а в китае все очень здорово все улыбаются радостные это при том что китае тогда шла так называемая культурная революция которую потом сами китайцы называли это фашистский режим который стоил китайскому народу миллионы жизни и привел к разрушению экономики вот американцы тем не менее с такой смотрели через розовые очки на на китай ну вот поэтому бы можно было многое услышать узнать конечно такой фактово жизни реальных китая во все этой болтом не не было по крайней мере об отношении американцев китайцев китайцам и то что происходит в отношениях между этими странами можно было что-то в этом общественном мнении уловить но это только один одно направление информации второе это ученые которые с востоковеды особенно китаисты которые до этого большой роли в американской жизни не играли а здесь они стали героями не все знают о китае и все спрашивают их всюду приглашают их просят писать записки для американской администрации для президента соединенных штатов и предла приглашает в конгресс выступить из рассказать как они видят себе развитие отношений с китаями общую ситуацию к китае то есть на расхват и их китай стали приглашать ну и конечно от них но уже можно было много полезного услышать особенно тех кто находился на таких жестких антикоммунистических позициях знаете как сам никсон кстати он был ярый антикоммунист поэтому легко было мириться с китаями у никто не мог западу заподозрить в том что он коммунистический агент вот то же самое профессора вот гуверовский институт войны революции мира это находится на территории стэнфордского университета это мощнейший научный центр с колоссальной библиотекой великолепно и вот замдиректора этого института ричард стар старковский поляк по происхождению бывший полковник авиации соединенных штатов очень плохо относился к нам но через день можно было получать информацию каким образом он все время мне говорил вот у вас там дураки власти в москве надо они черта не соображают международных отношениях вот надо чтобы вы их учили поэтому я тебя везде пускаю и везде те книги даю и материалы но не без не бескорыстно у него он установил таксу если он дает мне какой-то материал по китаю бутылка водки столичная была очень популярна в сша если конференция 2 бутылки если закрытая конференция три бутылки вот на таких условиях мы с ним сотрудничали в том еще один пример приведу майкл пилсбери это молодой парень который работал в рэнд корпорейшн это военно мозговой центр пентагона находится на юге калифорнии в местечке санта моника его родители жили рядом с нами сан-франциско вот мы так с ним стали общаться и как-то он нам приносит статью говорит у тебя хочу опубликовать статью о том что надо продавать оружие китаю америки мы ему как относитесь к этому я говорю как я могу относиться конечно отрицательно что за глупость он это это полезно и для ссср я бы в как это может быть полезно а вот китайцы сейчас слабые они вас боятся и иррационально себя ведут а если у них будет оружие они будут вас бояться и будет нормальные отношения я хочу же тогда нам на кубу не дали ракеты поставить ракеты куба тоже вас боится если бы у них ракеты стояли они вас не боялись и все было нормально вы истерику подняли тем не менее он значит эту статью опубликовал и потом все ходил и говорил что что ее все критикуют все эти ученые либералы дураки что он ястреб вот мол даже вы в советском посольстве отнеслись советском конституции отнеслись более сдержанно я бы просто культурные люди кстати подарил эту статью она вышла в журнале очень нашумела эта статья вышла в журнале очень престижном foreign policy и написал противником бажановым достойным уважения вот до сих пор меня стать хранится это ученые теперь следующий канал выяснения того что происходит в американских китайских отношениях это китайская община огромная в сан-франциско и как только мы приехали руководитель библиотеки в городском институте которым я уже сказал джон мак китаец позвонил мне давайте познакомимся мы встретились он говорит вы знаете я про тайваньский настроен но советский союз тоже про тайваньский поэтому давайте вот сотрудничать будем обмениваться информацией я вы ты мне познакомься правительством китайского квартала у них было свое такое ну де-факто так неофициальное правительство назвал 6 компаний я говорю только ты не говори что есть советского союза скажи что я шведский студент я тогда молодой был мне было 27 лет поэтому за студентом в сайте он привел меня к руководителю их 6 компаний сидит китаец весь все руки бриллиантах и он ему говорит это вот шведский студент брежнев я чуть не упал ну если он еще сказал бажанов то это может было китай смог принять за шведскую фамилию но брежнев руководитель ссср у всех на слуху ну тот проглотил и с тех пор там нас называли пошел и бадзян фу и банджан или просто шведский студент хотя уже знали что советский дипломат это тоже был так сказать они очень много знали китай естественно через тайвань через гонконг и собственные там родственники на в китайской народной республике и они первые кстати заметили когда в китае позднее реформы начались следующее направление это маоисты к люди в левом движении сша которые стали на сторону китая в споре китая к н.р. с советским союзом мы для них были резонисты предатели дело рабочего класса вот китайцы настоящие революционеры и они устраивали такие создали такие общества дружбы вот мы посещали эти заседания стали членами меня есть членские билеты я член общества дружбы с сша с китаем в сан франциско в гонолулу в сиэтле и в денвере это в колорадо вот и они все присылали материалы там своими рассказами своими впечатлениями своими мнениями позиции ну и наконец бизнес который ринулся на китайский рынок тогда китайцы еще ничего не производили американцы думали только о том как сбыть в китае товары тогда люб для любого китайца мечта была иметь фотоаппарат велосипед и часы и вот американцы говорили 1 миллион миллиард потенциальных покупателей часов и всего прочего из сша и 4 что-то крупное хотели продавать в общем завязались связи интерес был огромный ну и тоже у нас были связи в деловом мире вот только один пример приведу был там такой армянин гарри карбелян он происхождение из советского союза остался в сша потом я о нем буду дальнейшем много говорить а пока скажу что он был вице-президент торговой палаты сан-франциско и вот приезжает китайская делегация угла с министром внешней торговли я ему говорю гарик будет обед для них в богемском клубе проведи меня туда угу ты как я тебя проведу туда вообще никого не пускают посторонних я бы ну постарайся и вот он меня ведет там стоит у входа представительница госдепартамента миссис бэронс и говорит евгений ты куда идешь ты чё совсем обнаглел а гарик говорит это моя жена дело в том что сан-франциско уже тогда был центром мировым и жили люди нетрадиционной ориентации и там любой политик для то чтобы стать мэром города должен был хорошее отношение с ними иметь поэтому госпожа бернс поняла что это шутка но пропустила меня вот сидим мы на в обеде с китайскими начальниками вот за нашим столом замминистра внешней торговли ну и гарик немножко выпил и китаец что-то сказал нехорошее про советский союз он драку полез подбегает это миссис бернс из госдепартамента что за безобразие возьми гарик и убирайтесь отсюда в конце концов значит успокоились все но вот повторяю можно и другие примеры было привести с бизнесом тоже бы дружили потом в 70 по моему это был там 75 год мы приехали в отпуск советский союз меня вызвал к себе георгий матч который возглавлял отдел сша он тогда назывался корниенко и говорит что вы знаете вот вас очень хвалил али говоришь рахманин который в цик а у нас главный китаист руководит политикой в отношении китая вы ему позвонить я его позвонил он говорит вот вы только не зазнавайтесь но вот действительно очень полезная информация особенно важно то что вы показываете что из-за тайваньской проблемы они никак не могут до конца помириться установить полностью дипломатические отношения для нас очень важно вернулся вернулись мы опять сан-франциско в сша избрали нового президента картера и помощник у него новый бзежинский сбегни бежинский который убедил картера но не один он убеждал а это вашингтоне такие настроения нарастали что разрядка дейтант который вот он был провозглашен в начале 70-х годов он не работает советский союз поражают наращивать вооружение советский союз продолжает помогать там всяким революционерам повсюду подрывает позиции америки поэтому надо склониться в сторону китая вот до этого была линия одинаково поддерживать отношения на одном уровне советским союзом из китаем а здесь вот склониться к нему и в конце концов американцы на это пошли и семьдесят девятом году установили полностью дипломатические отношения с кнр и порвали с тайванем остались но неофициальные связи официально вот теперь китайская народная республика и как раз в этот период в январе 79 года вьетнамцы ввели войска в камбоджу ведь нам это наши друзья к тому времени с китайцами поссорились камбоджа это друзья китайцев а мы ввели войска в конце этого года в 70 в афганистан и отношения с китаем дошли до точки кипения китайцы открыто стали призывать все страны мира включая сша создать единый фронт как они говорили борьбы против белого полярного медведя против ссср вот получилось так что вот замаячила угроза созданию такого союза сша китай да еще сказать всех остальных как кто вот находился на антисоветских позициях но недолго эта политика продолжалась китайцы поняли что она им невыгодно я не буду сейчас подробно говорить почему они поняли дальше у меня будет серия бесед по китае вот там можно будет более подробно поговорить но хочу сказать что китайцы постепенно с 82 года начали прощупывать возможности улучшения отношений с нами а когда горбачев пришел к власти михаил сергеевич это движение уже было очень активными я бы сказал во многом благодаря именно горбачева наши отношения продвинулись к полной нормализации тоже потом когда китайских сюжетов пойдет речь объясню почему вот китайцы так реагировали на политику горбачева но тем не менее главное то что мы помирились и ситуация столько раз уже менялась тех пор что сейчас как вы все знаете мы являемся стратегическими партнерами с китаем а вот китайцы с американцами уже давно совершенно не стратегический партнер и вот тот майкл пилсберг о котором я говорил что он написал статью и все время выступал за то чтоб сша по мою оружие поставляла в китай двухтысячном году я был на конференции в вашингтоне он начал меня убеждать давайте объединимся против китая китай обнаглел наращивает мощь надо его сдерживать а в 2010 году он приехал дипломатическую академию мид россии мы собрали всех китаистов и он уговаривал всех китаистов повлиять на наше правительство чтобы создать уже союз америки и россии против китая ну заканчивая разговора пилсберг скажу что он сейчас является главным советником трампа по китайской политики то что не случайно америка так все жестко ведет вот такой вот человек наш старый знакомый во главе находится этой политики это вот что касается китая но занимались мы не только отношениями с ссср сша и сша китай но и другими вопросами вот корея моя жена корейстка она до этого преподавала корейский язык писала книги по корее на самые разные темы поэтому когда она приехала в на работу генеральное консульство тот же пошел слух среди корейцев на западном побережье сша их там тоже очень много было меньше чем китайцев но очень много они в очередь выстраивались чтобы поговорить с моей женой одной одни просили после корейской войны после 53 года они не видели своих родственников на севере чтобы она помогла увидеться с ними север северная корея была закрыта для всех посторонних корейцев живущих и на юге и в сша и так далее потом другие спрашивали как она видит себе состояние экономики северной кореи 3 как она видит все перспективы сближения севера и юга кореи но и все прочее и она была единственная не кореянка которую включили в состав корейской ассоциации сша то есть входили только одни корейцы они ее в знак ее заслуг включили но интересовались нами разные корейцы в том числе южнокорейский дипломат тогда советский союз никаких отношений с южной кореи не имел нас был союзник северная корея которая нам жестко заявляла что это бандиты гангстеры американские халуи и с ними нельзя иметь дело но вот мы и не имели но тем не менее в сан-франциско они очень хотели с нами подружиться вот у нас идет прием заходит консул южнокорейский я ему говорю мы же не приглашали он говорит а я пришел не как дипломат я пришел вот есть ассоциация международных проблем северной калифорнии вот я ее член я тоже кстати был член вот я как член и пришел такая общественная организация такое общество знания типа хорошо но не прогонишь живу потом какой-то в обед сидят люди среди них сидит чек восточной наружности казалось корейский дипломат буквально как только это происходит вот при на прием пришли к нам на обеде через два дня из москвы приходит указе лавка причем тогда очень жесткая что вот северокорейцы предъявили нам протест что вот вы встречались южнокорейскими дипломатами каждый раз когда мы встречались южнокорейскими дипломатами северокорейцы об этом узнавали через два-три дня не знаю каким образом могу только догадываться дальше наш генконсул едет в сиэтл на север от сан-франциско и там к нему подходит местный генеральный консул с южной кореи говорит вас приглашает генерал пак джон хи президент нашей страны вот авиабилеты будете гостем президента ну наш начальник он человек вежливый объясняет ему что он не может ехать но так межливо что тот значит сообщает что готов ехать на следующий день и все южнокорейские газеты выходят с шапкой советский генеральный консул согласился быть гостем нашего президента дикий скандал дальше всем с пятом году южнокорейский самолет пассажирский летит на районе мурманской над нашей территории нелегально его сбивают он садится на лед на озеро все выживают но наши власти не отпускают самолет и отпускает экипаж и пассажиров подходит мне генеральный консул и говорит суши помоги чтоб их освободили я говорю мы то здесь причем ну давайте через вашингтон действуйте да там американцы смотрят все видят вот давайте втихаря здесь я говорю мы вам помочь никак не можем взять из сан-франциско будет дан совет из генконсуса нашему правительству отпустить самолет чтобы нас за сумасшедших приняли ну вот но тем не менее отпустили пассажиров потом экипаж и мы получили с моей женой письмо от пак джон хит генерала с благодарностью за то что мы помогли освободить вот южнокорейцы до сих пор у нас это письмо хранится вот такой сюжет ну и наконец заканчивая вот эти подходы со стороны южнокорейцев которые плохо заканчивались приезжает сан-франциско кандидат члены политбюро цк кпсс из руководителей советского союза министр культуры демичев ведем музей а там в этом музее выставка южнокорейская ну подходим к этой двери и я говорю пётр нилч это вот южнокорейская выставка ну что и я так понял что он не в курсе что такое южнокорейская выставка шутка южная корея зашли мы туда на следующий день все южнокорейские газеты один из руководителей советского союза посетил выставку ссср готова признать южной кореи опять дикий скандал мы как раз женой приехали в отпуск нас вызывает замминистра странных дел и михаил испанович капица и говорит что там произошло и мы рассказываем он звонит помощнику демича и говорит вот так и так видите скандал ее северокорейцы устроили только перезвоним перезвонит ничего не было петр нилч никуда не ходил врут обману и так далее в общем замели эту историю но еще в заключении хочу корейской тематике сказать что там скрывался в то время главный диссидент южнокорейский ким де джун и мы с ним подружились особенно моя супруга потом его выкрала южнокорейская разведка из по дороге из японии из японии его выкрою поехал япония его приговорили к смертной казни в южной корее или его спасли от смертной казни но потом когда началась демократизация в южной корее он стал лидером таким законным оппозиции были установлены дипотношения между ссср и южной кореи в 90 1990 году он приехал в москву нашел мою жену и попросил ее быть захотел хотел написать докторскую диссертацию и попросил чтобы она была его научным руководителем написали они она помогала диссертацию на тему назывался политика солнечного тепла как сблизиться северу и югу корей а потом его избрали президентом южной кореи 97 году и он эту политику эту диссертацию то что было разработано в диссертации стала реализовывать на практике и настолько успешно это делал что в 2000 году он получил нобелевскую премию мира за улучшение отношений с севером и всегда подчеркивал везде и всюду что благодаря моей жене он написал эту работу и вот осуществил ее на практику и стал лауреатом нобелевской премии вот такие у нас были друзья ну вот и еще одна история в сан-франциско в университете сан-франциск это католический частный университет работал завкафедрой экономики такой панчан юн кореец мы с ним сружились хорошие ученые но позднее когда мы вернулись в ссср я работал в цкк кпсс и в международном отделе и устроил приглашение панчан юн он приехал в москву выступил цикл кпсс что очень редко было что американец и река американский корейцы выступает скальпсс а потом написал о нем статью центральной советской прессе с таким названием прислушиваясь к соседу ну и назарбаев тогда руководитель казахской республики составе советского союза он эту статью увидел заинтересовался панчан юнами нужен был советник он начинал реформы он хотел чтобы был советник представляющий азии пригласил его казахстан и он действительно на первых порах был главным советником по реформам и нас с женой привлекал этот панчан юн в эту группу которая занималась разработкой реформ так он и остался казахстане до сих пор там живет и сейчас он возглавляет кимэп это один из крупнейших университетов казахстана международной преподавание на иностранных языках учатся студенты со всего мира а он там президент вот еще такой значит у нас был знакомый кореец из сан-франциско вот на корейскую тему на этом я хотел закончить да ну и занимались мы в японии изучением японско американских отношений япония это главный союзник соединенных штатов младший брат сша в азии она отношению них очень обострились из-за экономических противоречий японцы очень энергично осваивали американский рынок и американцам это высшей степени не нравилось вот одна жалоба что японцы завалили америку своими товарами магнитофоны машины из-за этого закрывается заводы люди лишаются работы и вот надо надо прекратить пусть японцы вкладывают деньги производит все это на территории сша как только японцы начинают вкладывать деньги во все эти предприятия тут же опять шум что они завоевывают американский рынок захватывает сша тем более что японцы еще закупали там небоскребы и в нью-йорке и сан-франциско и лос-анджелесе вот как паника что япония завоевывает тихой сапой соединенные штаты америки следующая значит обвинение вот они сюда все привозят все здесь делают а ничего не покупают за к рынок закрыт как только японцы начинают покупать тут же опять шум что они покупают мясо прямо в ресторанах из-за этого закупочные цены в сша на мясо взметнулись вверх два раза лес то же самое во первых превратили америку свою сырьевую колонию да еще цены вздувают из вот своим таким поведением в общем что японцы не делали все не так японцы отвечали что мы просто лучше чем вы работает мы работаем 6 до 9 а вы вообще перестали работать американцы им в ответ огрызались далее в японцы держали иену на очень низком уровне чтобы дешевые товары были американцы их заставляли сделать вену дороже они категорически отказывались или таскать увиливали в общем семья проблемы ну и в заключении вот этой тематике хотел бы сказать что американцы ко всем вообще претензии предъявляли это очень забавно выглядела вот например в бразилии не урожай кофе и цены в закупочные на кофе пошли вверх американская пресса в калифорнии пишет что надо высадить десант в бразилии чтобы заставить бразильцев снизить цены то есть дико дико звучит и вот как-то мы собрались такой у нас был ланч для кон консолов сан-франциско это я сижу напротив какого-то мужчины и он начинает возмущаться америка поливают гады гадости о моей стране говорят ужасно себя ведут я вас прошу а вы из какой страны он будет я ген-консул израиля у нас тогда же дипотношения не было с израилем и вот мы значит вроде такие соперники выяснилось что у нас одна и та же беда нас американцы представляют плохо в прессе и оказывается израиль а потом все заговорили там и перуанец был и француз и там итальянец и все недовольны тем как американцы в прессе освещают как к относится к их к их стране вот такой любопытная деталь это я тему взаимоотношений с сша с внешним миром не закончил я хотел бы часто становиться в следующей своей беседе я хотел бы рассказать о том какие были отношения у сша и главное как американцы относились французам итальянцам к немцам к латиноамериканском и вот я еще выделялась к полякам потому что тоже очень интересный момент но это уже следующий раз спасибо за внимание